Автор истории Якунина Марина. Вся техника настройки стояла без движения. Наспех открытые дверцы изредка хлопали от порывов ветра. Двигатели гулко ворчали, создавая иллюзию кипучей работы. Из-за этого ровного звукового фона выбивались отчаянные вопли и сдавленные рычания. На небольшом пятачке огромного строительного объекта лежали несколько окровавленных трупов. В зеркалах авто можно было наблюдать, как шестеро рабочих, одетых в строительные каски и характерные рыжие спецовки с непроницаемыми лицами, тащили за руки и ноги крупного человека. Упитанный мужчина извивался ужом, и уже перестал выкрикивать, ругательство и звать на помощь. Он вращал выпученными глазами, рычал, вскрикивал и дергался в попытках вырваться из цепких рук. Люди же продолжали нести его в гробовом молчании. Его деловой костюм от известного кутюрье затрещал и порвался по швам, не выдержав такого грубого обращения. Остальные строители не обращали на крики никакого внимания и возвращались к работе. Двое из них, знай себе, неспешно оттаскивали трупы в сторонку, сортируя на две кучи по признакам, известным им одним. Молчаливые рабочие поднесли свою ношу к краю котлована, сердце жертвы колотилось как бешеное, легкие жгло. Он безуспешно хватал ртом воздух, задыхаясь от ужаса. Его стали размеренно раскачивать, сначала тихонько, затем амплитуда все увеличивалась. С каждым качком в животе сжимался тугой узел и кишки подпрыгивали в такт. Никакие протесты не помогали. Он крутил головой, ища спасения и заметил, как двое окровавленных сотрудников СМИ, пошатываясь, стали на ноги. Внутри была мелькнула надежда. Да, сейчас эти двое, которых он ошибочно посчитал погибшими, смогут позвать на помощь. Размах, еще размах, размах, дьявольские качельки, ценою в его жизнь. Но восставшие, вопреки всем надеждам, присоединились к сортировке трупов своих же коллег. А рабочие, которые занимались сортировкой, неспешно побрели к ворчащей технике. Сердце мужчины упало почти одновременно с тем, как разжались руки качавших его людей. Мир ухнул вниз, душа чуть была не выпорхнула из перепуганного до полусмерти человека. Солнечный свет от этого злосчастного лета, нещадно бивший в глаза с самого утра, сменился теньком. Короткое чувство полета, до боли сведенные судорогой мышцы. Отбить себе все тело, приземлившись на песок. Разбиться насмерть, попав на бетон. Оказаться прошитым арматурой, чьи штыри щедро торчали где-то внизу. Из горла вырвался слабый сиплый писк. Вдохнуть не получалось. Какие-то секунды, казавшиеся вечностью. Мгновения, отделяющие его от неизбежной смерти, либо мучительных болезненных травм. Он не мог думать, не мог толком дышать, даже размахивать в воздухе руками, пытаясь рефлекторно зацепиться хоть за что-то, и то толком не получалось. И он упал на нечто, мягко спружинившее под его немалым весом. Его колотило от липкого страха, и он, чудом не потеряв сознание от испуга, жадно глотал воздух. Не верилось, что он смог так удачно приземлиться. Происходящее казалось страшным сном. Глаза слезились, и толком не было ничего видно. Что с ним будет теперь? Что это за странная подстилка? Строители отвернулись и спокойно разошлись, не удостоив жертву даже взглядом. Мужчина же замер на дне котлована в позе звезды, и весь обратился вслух, стараясь поскорее проморгаться и смахнуть слезы, чтобы хоть как-то сориентироваться. Он слышал, как захлопываются дверцы, как ворчащая техника то здесь, то там взрыкивает моторами и продолжает работу. Будто бы не была жестоко перебита вся съемочная группа, будто бы его не бросили здесь, на дно котлована. Будто бы им все равно, выберется он или нет. Или они уверены в том, что он не выберется? Закопают ли его тут живьем? Зальют бетоном? Успокоиться. Надо, надо успокоиться! Подумал он и решил первым делом достать мобильник. Шансы поймать сигнал в такой глуши, да еще и с такой низкой точки крайне малы, но… Он дернулся, собравшись нырнуть в чехол на поясе, где лежал спасительный аппарат, но рука не сдвинулась с места. Попытался передвинуть другую руку, потом ноги… тщетно. Странная субстанция, к которой он словно прилип, мягко пружинила под его движениями. Мужчина не знал, как долго он дергался, селись освободиться. В какой-то момент его ноги охватила странная щекотка. Он перевел взгляд со стен котлована вниз и сорвался на истеричный виск, утратив все свое самообладание. Впрочем, все, кто его услышал, не обратили на вопль никакого внимания. Примерно в это же время, когда мужчина терял рассудок от ужаса и боролся за свою жизнь, всего в паре километрах от строящейся магистрали пожилой, но крепкий мужик расшвыривал кухонную утварь, не вовремя попавшуюся ему под руки. Не то, не то, все не то. Бутылки, миски, полупустые банки с крупами, все летело на пол. Он даже не оглядывался, если вдруг что-то разбивалось, окрашенный в несколько слоев деревянный пол. Наконец, руки нашаривают нужную бутыль. Но его морщинистое лицо печально вытягивается. Мало. Этого слишком мало. И времени нет. Мужик мечется, решается. Руки нещадно дрожат от волнения и нетерпения. Наконец, скрывает бутылку и выливает содержимое себе на одежду. Несколько секунд медлит, но все же расплескивает остатки на волосы и тронутую сединой бороду, растирая едко пахнущую жидкость по коже. Мужик морщится и шипит. Кожа уже начинает пощипывать. Да, от акуса наверняка останутся ожоги, но это не важно сейчас. Нужно еще. Он с надеждой обводит взглядом устроенный им же погром. Память подбрасывает еще одну деталь, и он с айгаком несется на задний двор. Остервенело срывает пучки душистой мяты. Времени все меньше. Сердце сжимается от страха все сильнее. Он наскоро рассовывает по карманам мяту и шарит глазами по сторонам. Взгляд зацепился за пожилую соседку, идущую к сараю на соседском участке. Как кстати, не обращая внимания на несколько выпавших из кармана стеблей, мужик пронесся к ней вовсю прыть, по дороге в легкую перепрыгнув через низенький облезвый заборчик. «Лютка, дай уксус! Уксус, срочно!» Заорал он ей в спину, едва его ноги коснули земли. Та, ахнув, всплеснула руками и выронила ведро с кормом. С глухим железным грохотом оно стукнулось об утоптанную землю, опрокинулось и чутко откатилось. Оттуда высыпалась кормовая крупа, щедро окатив потертые бабьи-галоши и засыпало все вокруг. Куры радостно накинулись на внеплановое угощение. «Тьфу, чтоб тебя черти задрали!» Пожилая тощая женщина в застиранном плотном халате в бледно-бордовой цветочек раздраженно трясла то одной, то другой ногой, пытаясь сыпать себя крупу. «Ты что, умом поехал?» Мужик как раз подскочил к ней и заглянул в ее глаза с полубездумным видом. Та брезгливо отстранилась и чуть поправила плотно завязанный платок на голове, скрывающий седые волосы. «Да как разит ты от тебя? Не дам! Ты что, нажрался с утра пораньше? Когда успел-то? Мы только виделись!» Она отвернулась из досады и хлопнула себя по бедрам, увидев учиненный беспорядок. Куры с тихим квухтанем мельтешили под ногами, крупу собирать, выгребая ее из пучков травы или сметать в перемешку с песком и землей бессмысленно. Пока она дошаркает до совка и метлы, куры уже успеют все склевать. Причитание соседки мужик не слушал, оттолкнул ее, рванул в деревянный и чутка покосившийся от времени дом. Там сразу побежал к кухне, стал шарить по шкафчикам и вываливать все, как у себя, минутами ранее. Стал шарить по шкафчикам и вываливать все, как и у себя, минутами ранее и вовсе забыл думать о соседке. Там между тем плюнула, высыпала на землю мизерные остатки корма и поковыляла за бестеримым гостем. На голову мужика с озвучным звоном обрушилось оное ведро, оглушив на несколько мгновений. Он не удержался и задом на скрипучие половицы, рефлекторно поднял руки и пригнул голову. Вовремя. Ты что? Отслужившая свою службу ведро пролязгала в сторону печки. А ну, дрянь такая, сейчас мужику вкликну, совсем сдурел, ты что хулиганишь, в тебя бес вселился что ли? Соседка продолжала визжать, возмущаться и мутузить мужика. Тот же, не отмахиваясь, лишь принимая удары на подставленный локоть, переместился с задницы на колени и продолжил шарить по шкафчикам, не решаясь встать, пока не пройдет звон в ушах. Наконец он нашел бутылочку столового уксуса, удовлетворительно крякнул, неловко выбрался из-под града удара, вскочил и убежал. Людка с досадой пнула жалобно звякнувшее ведро, погрызила кулаком в сторону двери и плюнула. «Нормальный мужик же был, да чтоб у тебя хрен отвалился, помет сучий, уксусу ему не втерпешь, захотелось, в жопу себе этот уксус засунь, не чтоб по-нормальному попросить, и вот мне теперь убирай, ух!» Мужик тем временем бежал прочь из деревни, будто бы за ним действительно гнались черти. Несколькими днями ранее, крепко сбитый пожилой мужик в рабочей, как говорится, полевой одежде с дрожью отвращения наблюдал за небольшим черным паучком с красными прожилками на брюшке. Эта тварь сначала свалилась с грязно-русых волос, убранных под замызганную косынку, а затем затерялась в складках ветхого, не менее заляпанного платья, в которое была одета старуха. Стараясь особо не выдавать своего отношения, но все же брезгливо поморщился, когда та отвернулась за тарелкой. Выдерживать этот странный кислый запах, пропитавший не только старуху, но и, казалось, все помещение оказалось крайне тяжело. «И зачем это нам, любезный?» – наконец спросила она, не отрывая взгляда от приоткрытого оконца, из которого долетели еле слышные ритмичные звуки недалекой стройки. «Нас-то, может, и расселят, а тебя-то? Ну, сама подумай своей головой. Чай не первый век, небось доживешь!» От этой фразы из горла старухи вырвался скрипучий звук, отдаленно напоминающий смех. Мужик нетерпеливо поерзал, словно ему стало еще более неуютно, чем до этого. Слухи про старуху ходили самые разные, а то, что она категорически отказывалась помирать и пережила уже многих в их деревне, заставляли в них верить. Он не собирался ронять эту фразу, но ему очень хотелось спровоцировать ее хоть на какие-то реакции или действия. Он даже толком не знал, чего хочет больше – подтвердить или опровергнуть свои догадки. «Ты хорошо подумал, милок? Назад пути не будет!» Старуха с тенью иронии в глазах зыркнула на собеседника. Мужик нервно затевал, торопливо отводя взгляд от мутных глаз собеседницы. Ему было крайне брезгливо и почти физически больно смотреть на нее в моменты, когда она говорила. Ему мерещилось, что под кожей на ее шее в этот момент раздувались и слегка шевелились какие-то шишки. «Что ж, да ты, видать, сглупил на старости лет, Тихон! Одного сведешь, другие придут!» «Ой, не так, ой, не так вы, люди! Дела делаете и проблемы свои решаете!» – прошелестел ее голос. Она говорила долго, делая между фразами большие паузы, тишину между которыми Тихон не решался нарушить. Когда же старуха замолчала слишком надолго, он уже изрядно раздраженный спросил. «А что ж посоветуешь, ведьма?» Тихону хотелось дерзить, заявить, что она уже сама одряхлела за эти годы. Он прекрасно помнил, что она уже была старой, когда он был совсем мальцом, но последнюю фразу он проглотил. Побоялся, что оскорбится, и даже призрачная надежда на ее помощь испарится. Вновь заскрипел ее смех. «Вот что, Тихон, ты поди, выясни, когда начальство на эту вашу стройку приедет!» «У спонсора их, говоришь, должность высокая!» «Да куда ж уж выше-то, бабкам с гирь!» Эх! Старик отмахнулся, он уже протер подушвы, бегая по инстанциям с подписями, стремясь установить строительство. Но его каждый раз разворачивали ни с чем, и судебные тяжбы не приносили столь необходимого запрета. «А он в городе живет, в село не едет?» – прошамкала старуха, медленно отвернув голову к мутному концу. «Да откуда ж мне знать-то? Может, и есть у него какая дача?» Вопрос Тихона удивил. «Причем здесь это? Какая разница, где живет тот человек?» «Не любим город, запахов много, шумно, и как ее? Химия!» Старуха моргнула и вновь повернула к мужику белесые глаза. Тихон пожал плечами. Не забеседуя он пришел в лесную старушку, облюбованную этой старухой много десятков лет назад. Чем дольше шло общение, тем все больше он убеждался, что бабка уже давно выжила из ума. Только вот идти больше было не к кому. «Прав ты, Тихон, старым и стали! Пора уже!» «Что пора, ведьма?» – осторожно спросил Тихон. Кроме него и ведьмы в старушке больше никого не было. Но отчего-то возникло странное чувство, что речь шла вовсе не о нем. Тон старухи хоть и изменился, но Тихон внутренне напрягся. Тонкие губы ведьмы исказила нелепая, зловредная ухмылка, более похожая на нервный тик, чем на улыбку. «Ты, Тихон, поди!» Голос звучал, если не ласково, то вполне себе дружелюбно. «Пойди на стройку, да прихвати нас с собой!» Тихон сдернул бровь. «Да, ведьма часто, если не всегда, говорила о себе мы. Но он эту особенность всегда приписывал либо ее больной голове, либо, быть может, духом, с которыми она общается. Недаром же ее прозвали Мзгиль. Настоящего имени он уже и не упомнил бы, да и не знал, было ли оно у нее когда-то». Из рукава старухи по его сухой морщинистой руке с торчащими под кожей шишками пробежал паучок и направился к лежащей на столешнице руки Тихона. У него вмиг пересохло во рту, и на лбу проступила холодная испарина. Казалось бы, что такого, паука-паук, он никогда ни пауков, ни другой мелкой живности не боялся. Но очень уж не хотелось, чтобы эта пакость его касалась. Но убить паука – грех, тем более не стоит этого делать в доме ведьмы. Только Тихон хотела дернуть руку, как с нее с неожиданной для сухой старушки силой вцепилась ее рука и припечатала к столу. «Да не робей, не прокусим!» – прошамкала ведьма, удерживая руку Тихона, пока ее паук не взобрался ему в нагрудный карман, и лишь после этого отпустила его и кивнула на выход. Тихон скачал, как ужаленный, и даже не прощаясь, кинулся к выходу, лишь бы уйти из-под тяжелого взгляда ведьмы. «Пока ты нам можешь быть полезен!» – задумчиво пробормотала она, едва за человеком захлопнулась дверь. Тихон сбежал с небольшого крылечка и опомнился только на полпути к калитке, заставляя перейти себя на спокойный шаг. Волосы на затылке все еще стояли, как у кота шерсть во время драки. Хотя… ничего же страшного не произошло. Ну что такое-то в самом то деле? Уперев руки в боки, Тихон остановился и поднял взгляд к небу, где из-за густой листвы пробирались лучи летнего солнца. Ощущение тревоги быстро истаивало. «Просто старуха, просто он, балбес, напридумывал себе всякого! Если так подумать, бабку-то жаль!» Вздохнув, он двинулся в сторону калитки, ненадолго занырнув в воспоминания. Он был у ведьмы еще ребенком. «Да что там, все село ходило к ней вылечить разную хворь!» Он помнил, как она сидела на крыльце и то перебирала ягоды, то заготавливала коренья, то варила свои странные зелья из коры, трав и черти знает чего еще. Он помнил иконы Богоматери и Чудотворца, накрытые салфеткой, стоящие на дубовой полочке так, что их видел всякий приходящий. Сейчас же, сейчас же Тихон понимал, что никакие духи, никакие иконы не помогают ведьме от самой, что ни на есть человеческой старости. Что это может быть? Деменция? В медицине Тихон был не силен. Первыми из обихода старухи ушли душистые травы, на вопросы она лишь фыркала, говоря, что ей запах тяжел и вообще ссылалась на аллергию. Кажись, это слово сельские от нее в первый раз и услыхали. Он сам помогал добровольным помощникам выносить из ее избы весь ведьмин скарб. Все людям раздала, кому что надо было, сама же какое-то время пожила еще в деревне, а потом перебралась в лесную старушку к духам поближе. Сельские по старой памяти приходили к ведьме, приносили ей продукты. Отчасти потому, что была жаль одинокую бабку. Отчасти чтобы удостовериться, что она еще не померла. Ну и люди суеверные, до сих пор сохранилась надежда, что у ведьмы есть связь с той стороной. И с подобными сущностями люди предпочитали дружить. Тем более, что слава о ведьме после той чистки жилища пошла недобрая. Если раньше лечила, то теперь могла и до смерти человека извести. Только доказать никто ничего не мог. Вот и тихо, но ставшая бивать пороги учреждения, решил обратиться к ней. Правда, после разговора уже не был уверен, что бабка хоть чем-то сможет помочь. Жилище выглядело так, словно старуха доживала последние дни. Полнеметен, по углам клочьями висела паутина. Посуда была небрежно свалена в таз под рукомойник и выглядела так, словно стояла тому же с неделю. Иконы заросли пылью и той же паутиной так, что было невозможно разглядеть, где чья. Что говорить, у старухи разве что вода в графине казалась пригодной в пищу. Огородник, который Тихон помнил по предыдущим годам, зарос бурьяном, а за оградкой и вовсе лежал изъеденный муравьями, успевший покрыться паутиной труплася. Тихон мысленно поставил себе заметку, что нужно будет по возвращении позвать кого-то в помощь, убрать останки подальше. Негоже оставлять дохлого зверя рядом с жильем немощной бабки. Решив, что сегодня ему тут больше делать нечего, он отправился в путь, стараясь не придавить ненароком замерзшего у него в кармашке паучка. Объект встретил Тихона привычными звуками дробления, лязга и скрежетания техники и привычным песком на зубах. И привычным песком на зубах. «Иван Сергеевич!» – выкрикнул Тихон, едва заведев высокого поджарого мужчину, перекрикивающего звук стройки и стремительно направился в его сторону. Названный он им мужчина осёкся, сощурился, приглядываясь к спешащему к нему мужику, потрясающему несколькими листовками и закатил глаза. «Я снова к вам!» «Тихо!» Иван Сергеевич приложил ладонь к сердцу и задолбанно, дружелюбно улыбнулся. «Как там тебя по батюшке? Сделай одолжение! Иди-ка ты в свой лес!» «У меня распоряжение! От вышестоящего!» Прораб многозначительно поднял палец с другой рукой, мягко отстраняя протягиваемые Тихоном бумаги. «Между прочим, вскоре сюда и начальство пожалует! Что им твои бумажки? Ты хоть и трясись!» Мужчина потряс невидимыми бумажками перед собой. «Вам компенсацию обещали! В сей деревне же переедете в новёхенькие квартиры! Да не где-нибудь, а в столице!» Прораб изобразил широкий жест рукой. «Вот могли бы вы подумать! Да на кой лет мне в вашей столице? Тут мои деды и прадеды землю пахали! Тут земля заповедная! Да тут!» Перебил прораба Тихон, но запнулся. И про собранные подписи, и про заповедные места, и про историческую ценность он уже пытался донести не один раз, чтобы хоть как-то выиграть время до вынесения очередных решений. По кругу мотать одни и те же доводы не было никакого смысла. «А-а-а! Вот у вас, Тихон!» Иван Сергеевич разве что не щелкнул по носу возмущённого мужика. «Как там всё по батюшке? Аргументов-то и нету!» Прораб развёл руками. «Вот за что вы-то цепляетесь, а? Ни водопровода нормального!» Он начал картинно загибать пальцы. «Ни газа не подвести! А так дорога будет прямая и быстрая!» «И платная, небось!» Буркнул Тихон. «Да и деньги ж уже уплочены!» Прораб потер подушечками пальцев одной руки, изображая уплату. «Ваши деды и прадеды барину платили! Эээ, барщину? Вот и здесь полагается! Мзда за возложенные троты средства!» Иван Сергеевич развёл руками так, будто бы разъяснил малому ребёнку очевидную вещь. Паук с толстым, натянутым до полупрозрачности брюшком уже давно, ещё пока по-человечески озирался в поисках другого человека, перекочевал из кармана на бетонные блоки. Огляделся и сныкался в щель, потеряв из виду смотрящих людей. Забёлся в норку. На его хитине тускло засветились красные полоски. Тельце всё продолжало медленно надуваться. Его никто не заметил, а если и заметил, то не придал значения. Мало ли тут насекомых летает и ползает. Оводы и слепни доставляли куда больше неудобств. Ночью брюшко паука истончилось настолько, что лопнуло, и из него рассыпались мелким бисером сотни чёрных паучат. Они вгрызлись в останки матери, легко вскрывая острыми хелицерами хитин, чтобы добраться до плоти. Её слишком мало не хватит на всех, а особи голодны. Пока у каждого паучка не было иной цели, кроме как выжить в этой отборочной возне. Инстинкты заставляли жрать, защищаться и вести охоту на тех, кто слабее. Остаться должны лишь самые удачливые и приспособленные. Слишком мелкие, слишком мягкие, по каким-либо причинам недоразвитые и слишком медленные паучата стали добычей для более шустрых и сильных сородичей. Всё более и более растущих с каждой новой сожранной жертвой. И вот паучки сбросили первую однотонную чёрную кожицу. На их хитиновых тельцах проступили красные прожилки. У пауков появилась общая цель. Паучиный рой высыпался в безветренную душную летнюю ночь. Сотни мелких чёрных точек, изредка вспыхивающие тусклым багровым светом в едином пульсе, стремительно разбежались кто куда. Не всем особям везло. Часть из них завязла в незастывшем бетоне, успев дать сигнал остальным, чтобы те обошли опасное место. Неудачников сожрут чуть позже, когда в серой массе перестанут вязнуть лапки. Парочку паучков заглотила земляная жаба. Её за несколько мгновений окружили. Пока бестолковое создание примерялось к новой жертве, на неё запрыгнули двое паучков, легко прокусили кожицу и впрыснули яд. А затем и фермент. И отправились дальше. Лягушка завалилась на спину и конвульсивно задёргала лапками. К ней вернутся позже, когда блюдо будет готово. Нескольких паучков раздавил вышедший закурить человек. Люди редко смотрят вниз, беспокоясь о тех, кому не повезло оказаться под их ногами. Также беспечно они часто не смотрят по сторонам, уверенные в своей безопасности. Ещё одному паучку прищемила лапку дверцы бытовки, из которой заманчиво тянуло людским духом. Паучок задёргался, запищал своим собратьям о повреждения и о находке. К нему подбежали и загрызли сородичей, продолжая путь. Кто-то пролез между стыками неплотно подогнанных досок, кто-то нашёл дырку в антимоскитной сетке, кто-то пролез через решётки для вытяжки. Они извлекали уроки из неудач своих сородичей, они были осторожны и забили щели, чтобы никому не попасться на глаза. И лишь когда люди угомонились в своих постелях, паучки покинули свои укрытия и продолжили путь. Нестройный рой мысли и вовсе улетучился, когда взгляд зацепился за проехавшие в сторону объекта фургончики со знакомым лейблом теленовостей. Вот это удача! Сегодня Тихон намеревался посмотреть в подлючие глаза виновника всех проблем, да и высказать ему всё, что наболело. Дать в рожу тоже очень уж кулаке чесались, но Тихон уговаривал себя держаться в рамках приличий. Документы. Да, он убегался по инстанциям до мозоли. Да, на собранные подписи и заключения большими шишками было накласть. Но вот приглашение в суд, это могло, если не остановить работы, то хотя бы заморозить. Ну и хотелось нервы попортить супостатам. А выходит, что сегодня и гости намечаются. Жаль, гостиниц не успел приготовить. Одно беспокоило Тихона. Не застал он с утра в сторожке бабку мзги. Как бы не померла, заплутав где-то в лесу. Похоронить надо бы по-человечески. Пусть и толка от последнего визита и не оказалось. Паук из кармана куда-то пропал, да и собственно, что бы он мог сделать. Да и на что Тихон вообще надеялся, жалуя старой, вышедшей из ума отшельнице. «Тихон!» – завопила соседка, отвлекая мужика от сумбурных мыслей. «А и шо-то ведьму нашу как-то раздуло-то, а?» «Чавось!» – Тихон недоуменно проморгался. Старуха всегда была на его памяти ссохшейся и тощей, да и в деревню не выходило уже несколько лет. «Да ведьму нашу, говорю, да вече видела!» – продолжила соседка, разминая затекшую от прополки сорняка спину. «Она поутру в сторону стройки пошла, я ей за доброе утро, а она, представляешь, дрянь такая, мимо прошла, да еще и обошла огород мой дугою. Не, я помню, что душницу ни она, ни пауки и ены не приветствуют, но что бы так невежливо, хотя, может, она совсем оглохла, да опалаумела на старости лет-то. Да только как ж так разожраться-то смогла, чуть ли не под нужным корму?» «Лютка, а ты сама на старости лет не подслепла, а? Я ее позавчера видел, кожа до кости! Ты где увидела, что она разожранная-то?» «Тьфу на тебя, сам ты хрен слепой! Говорю тебе, разожралась! Не!» Соседка небрежно отмахнулась, будто от мухи. «Рожа и руки тощие, а пузо-то она еле волочит!» Людка как можно убедительнее надула живот и показала руками огромную окружность. «Да правду, говорю я тебе, что сычом смотришь, как бочку воды выдул!» «Я ей, значит, так, кричу! Куда идешь, старая?» «А та? Шарк да шарк! Шарк да шарк!» Соседка в досаде хлопнула себе по бедрам. «И пауки ее сподола разве что на землю не падают!» «Ну я понимаю, старость! Ну это ж надо так себя запустить!» «Эй, Тихон! Ты куда понесся-то, угорелый?» «Да что за день-то такой, а? Эх, тьфу на вас, только отдел отвлекаете!» «Вот, с этого ракурса, давай! Уважаемые телезрители!» Бойкая девушка в идеально сидящем костюмчике лучезарного цвета и рыжей каской на белокурой голове отдала пробные дубли, дабы ее коллеги могли подстроить камеры под свет, настроить звук и подобрать оптимальные ракурсы для съемки. К воодушевленному лицу приклеилась профессиональная улыбка. Она любила эти места, заповедные, как их называл ее дедушка. Было немного грустно от того, что деревню, где она в детстве проводила по целому лету, вскоре снесут. Но прогресс требовал места, работодатели требовали соблюдать сценарий. В любом случае, она планировала навестить деда после окончания съемок и в который раз попытаться убедить в том, что на переезде жизнь не заканчивается, а природу не затронут больше необходимого для трассы. По отмашке из машины представительского класса вышел довольно-таки грузный и высокий мужчина в дорогом костюме. Подошел к улыбающемуся прорабу и пожал ему руку. Тот протянул ему каску с не менее приветливой улыбкой. «Но безопасность настройки превыше всего!» Продолжала четко выговаривать текст репортер, поглядывая по сторонам, пока операторы наводили объективы на упомянутого в речи спонсора. И тут улыбка сползла с ее лица, и она удивленно замерла, слегка наклонив голову на бок. «Эй, стоп, снято! Ну ты чего, текст забыла! Давайте-ка перерыв пять минут! Повтори все, и будем уже снимать начистую, чтоб весь день тут на комаре не торчать!» Проворчал режиссер видеоролика, прихлопывая очередное докучелевое насекомое. «О, тварь!» Наконец он обратил внимание на предмет замешательства и потери речи репортера. «А это у вас что за сотрудница?» Вопросил режиссер, обращаясь сразу ко всем присутствующим. Пожилая женщина в драном, устаревшем платье, натянутом на чрезмерно раздутый живот так, что ткань натянулась и обнажила тощие колени, в перевалку ковыряла в сторону все еще показательно улыбающегося спонсора. У режиссера задергался глаз, сама бабка была худосочная, с впалыми щеками, на морщинистом лице, с немигающим взглядом. Сухие, тонкие ножки, казалось, вот-вот сломаются под весом той туши, которую она тащила. Что-то в этой бабке ему категорически не нравилось. Он даже не сразу обратил внимание на то, что его вопросы оставили без ответа. «Уберите постороннюю с площадки!» Взвизгнул режиссер, вскакивая со своего раскладного стульчика. Ни один из строителей даже брови не повел. Те, как были заняты своими делами, так и продолжали безучастно продолжать оговоренную для съемок программу. «Да вы издеваетесь, Иван Сергеевич, но вы ей скажите!» Прораб тоже остался стоять с безучастным видом. Спонсор заметил, что происходит нечто странное. Дружелюбную улыбку сдуло с лица, и он грозно повернулся к прорабу. «Это безобразие и безответственность! Почему на объекте присутствуют посторонние?» Не дождавшись хоть какой-то реакции, грозно повернулся в сторону ковыляющей к нему старухе. «Дамочка, разворачивайтесь и валите к выходу! Вы... вы... она что, глухая что ли? Так, как вас, Сергеевич?» Все более раздражаясь и краснее от негодования, он повернулся обратно к прорабу. «Ты тоже, что ли, оглох? Эй!» Спонсор ощутимо хлопнул прораба по плечу. Сердце режиссера заколотилось в бешеном ритме, прораб от тычка лишь пошатнулся. Но в целом не реагировал ровным счетом никак, а странная женщина все приближалась к принимающему все более брезгливое выражение лица спонсору. И режиссер со странным тянущим ощущением под ложечкой осознал, что от прораба, да и от остальных сотрудников он сегодня не слышал ни единого слова, если не считать мычания, тихих, коротких хохотков, да и реакции жестами. Не выдержал один из операторов, подскочил с мямлей извинений к женщине, когда она уже почти поравнялась с прорабом и спонсором. Осторожно потянулся к ней, предлагая помочь ей добраться до выхода или хотя бы отойти в сторону, чтобы не мешать съемкам. Стоило пальцем оператора коснуться рукава платья, замерзшей на месте старухи, как прораб будто бы ожил. В три прыжка подскочил к удивленному оператору. Резкое движение, и в глаза парня вонзилась его же ручка, которая секундой ранее покоилась у него в нагрудном кармашке. Оператор упал там же, где и стоял, мазнув ослабевшей рукой по телу женщины. Словно по команде пришли в движение остальные рабочие. Они бросали технику, как попало, не гася зажигания. У каждого в руках оказался зажат приготовленный заранее острый или тяжелый предмет. Канцелярские ножи, монтировки, обломки ножки табурета. У одного из них спонсор заметил угрожающе зажатую обычную столовую вилку. Секунда, еще одна. Над стройкой пронесся истушный, испуганный визг. Репортерша зажала рот руками, гася звук в ужасе, глядя на труп коллеги. Приближение остальных строителей к их съемочной группе она не замечала. Режиссер тихо ругнулся себе под нос и на всех парах дал деру к машинам. Спонсор мощным толчком повалил на землю подошедшего в его сторону неморгающего прораба, зажавшего в кулаке окровавленную ручку. Съемочная группа засуетилась, сбилась в кучу, но до них уже добрались ближайшие строители. Спонсор не вслушивался в испуганные протестующие выкрики сотрудников СМИ. Не обращал внимания на звуки потасовки и у раненых. Не дернулся, заслышав выстрел, из-за которого упал замертво, не добежавший каких-то пару шагов до машины режиссера. Спонсор тараном проскочил между двумя подоспевшими строителями, шиб их с ног, открыл дверцу, вскочил на заднее сидение, захлопнул дверцу и запер замок. «Езжай!» – заорал он от чего-то до сих пор тупящему водителю. Упавшие на землю строители уже встали, но нападать не спешили. К автомобилю приближались все новые и новые люди, сжимая его в кольцо. «Не с места!» – спонсор нервно открыл шторку, отделяющую его от водителя, и шарахнулся назад, бледнее и заливаясь холодным потом. Прямо на его глазах в ухо подрагивающему водителю заползли два небольших паучка. На руке судорожно сжимающая руль спонсор успел разглядеть припухший укус. Руки сами стали шарить по карманам в поисках телефона. Дыша через раз, покрытый холодно испаренный спонсор завертел головой, но за окружившими машину недвижимыми телами ничего нельзя было разглядеть. Водитель моргнул. В зеркале заднего вида отражалось, как крупный человек, трясся на заднем сидении, вертел головой и рылся по карманам. Это, кстати, руки пока слушались плохо, все-таки маловато времени прошло. Пальцера сжались, выпустив руль, и рука упала на дверной подлокотник с кнопками. Конвульсивно сжимающийся палец нащупал нужную. Щелчок. Человек на заднем сидении подпрыгнул от звука и сразу отпрянул от пришедшей в движение толпы потянувшейся снаружи к дверце машины. Сородичи, успевшие приспособиться за ночь к новым вместилищам, распахнули отпертую водителем дверь и выволокли заоравшего человека наружу. Не без труда, цепкий оказался. Хорошее будет вместилище. Сильное, объемное, богатое и влиятельное. Водитель не наблюдал за потогами человека высвободиться, они и так знали, что происходит с каждым из роя. Крики и рычание человека чуть стихло, когда его бросили в подготовленный за ночь инкубатор. А когда собратья накрыли его черным одеялом, начав оплетать паутиной, виск возобновился. Матке нужно время, нельзя, чтобы ее вместилище поранилось. Как же он надеялся успеть догнать ведьму до того, как она попадет на площадку. Но шансы таяли с каждой минутой. Скучающий вид охранника сильно сбил пыл и отрезвил Тихона. Надо было не паниковать, а подготовиться к встрече, уж после того, как его пропустят. А так... Тихон стал нервно смахивать с волос остатки крупы. Уксусный запах охрана наверняка заметит. Да и нет у него с собой паспорта, только сложенные бумаги. И пропуск на сегодня не заказывал. Может быть, удастся заболтать охранника? Может быть, удастся убедить, что выронил какие-то документы вчера, вот и вернулся? На худой конец можно будет попытаться через несколько метров и через забор перелезть незаметно. Если не выйдет... Но Тихон надеялся, что к плану Б переходить не придется. Вопреки опасениям, охранник объекта пропустил Тихона чисто формально мазну взглядом по протянутым документам. И даже странный звук, похожий на выстрел, не поколебал невозмутимость сотрудника. Даже говорить ничего не пришлось. Кивок да отпертая магнитная калитка. Вот и весь квест, как сказала бы внучка. Правда, примелькался, что ли? Или из-за съемок вход свободный? Может, ждут еще кого? Ох, не о том, я дурак, старый, думаю. Ох, не о том. Осмотрелся. Куда бежать? Фургончики, видно, стоят вон почти у самого выезда. Место съемок наверняка там, где толпа. Что это? Крики? Низкий старт. Бежать! Тихон едва не споткнулся, а распростертое лицо мне с тела, едва выскочив за фургончики, кровь щедро пропитала легкую рубаху несчастного. Некто стрелял ему в спину. Но выяснять детали не было времени. Вперед, к толпе. Может быть, его ждали, может быть, уксусный смрад заставлял людей расступиться. Неважно, он искал лишь двоих. Мсгири стояла рядом с крутой тачкой и наблюдала за размеренной работой строителей. Откуда-то доносились приглушенные вопли, но на них никто не обращал внимания. С другой стороны, от этой картины перед взором Тихона открылась бойня. Люди в касках, но одетые в нестроительную форму, лежали на земле в хаотичном порядке. Несколько рабочих растаскивали их на две кучки. Проломанные черепа, свернутые шеи, перерезанные глотки, пробитые грудины, и среди них лежала и девчушка со светлой прядкой, выбившейся из-под каски. «Что, Тихон, решил сам посмотреть, как мы исполняем уговор?» Прошелестела ведьма с тихим смешком. Похоже, она уловила запах, шагнула назад, но уходить не стала, рабочие будто бы нарочно побросали свои дела и стали подтягиваться в ее сторону. «Уговор? Ты что несешь, сволочь? Ты что наделала? Ты их... Ты ее... А что в тебе?» Не помня себя от злости и горя, Тихон сунул руку в карман, схватил бутылочку уксуса, вытащил, сорвав пробку. Строители сменили шаг на бег, но Тихона сейчас волновали не они, а стоящая перед ним ведьма. Мсгири отшатнулась, но не успела увернуться. Тихон щедро плеснул уксусом в ее лицо. Ведьма завизжала, переходя за столь высокие ноты, что Тихон выронил бутылку, зажал уши и присел, а затем и вовсе упал. Строители словно потеряли ориентиры, перестали бежать и хаотично задвигали, сталкиваясь друг с другом. Падали, продолжая молча и бесцельно дергаться. Кожа старухи по всему телу пошла с шевелящимися буграми. Она сделала еще один шаг назад, потеряла равновесие и завалилась на бок. Лицо ведьмы покраснело и стончилось, пошло нарывами, которые за пару мгновений вскрылись и из них наружу высыпались мизерные паучата. Те из них челапки попадали на мокрую уксусную дорожку, съеживались и погибали с песком, создавая мост для других паучат. Раздался тихий хлопок и поза старухи начал сдуваться, выходя из-под юбки волной пауков. Тихон сдавленно пискнул, когда к нему потянулись руки опомнившихся строителей и опасно приблизилась первая волна. Да дёру ему не давала только надежда спасти внучку. Он поискал глазами хоть что-то подходящее для обороны, но ничего не попадалось. Рабочие же окружили его, но не спешили нападать, будто бы не смогли его коснуться. Тихон заставил себя сорваться с места. Он живо подполз к внучке, не заботясь о том, что его руки и колени давят не успевших уйти с дороги паучат. Рабочие раступились перед ним и стояли с замутненными глазами, будто бы не зная, что сейчас нужно делать. С замиранием сердца приложил к горлу внучке пальцы, поглядывая по сторонам. Вокруг них образовалось небольшое беспоучное пространство, и остатки пауков огибали их, словно натыкаясь на невидимый купол. В несколько томительных секунд Тихон даже боялся дышать, чтобы не обмануться в ощущениях. Под подушечками пальца все же ощущался слабый пульс. Странные строители будто бы позабыли о лежащем перед ними источающем запах уксуса человеке и отступили, загораживая собой убитую ведьму. А я ее точно убил? И ведьму ли я убил? Тихон покосился на труп старухи, от которой остались за правду лишь кожа до кости, висящая лоскутами. Сейчас, милая, я тебя вытащу. Вот так, давай-ка. Надеясь, что еще не все потеряно, Тихон достал из карманов листики мяты, засунул их в рот внучке. Со скрипом и болью в каждой косточке и с кружащейся головой поднялся на ноги. Странные булькающие звуки и мокрый скрип, который он всегда так ненавидел, заставили его резко позабыть о самочувствии. Сердце ухнуло куда-то в пятки, и волосы на всем теле встали дыбом. Он подхватил обмякшее тело внучки на руки. Не удержался, бросил последний взгляд на ведьму. Горло старухи по жабьи раздулось, из ее рта высунулись несколько черных острых ножек. Они шарили в воздухе, ища опору, то, что сидело внутри, оказалось слишком крупным, чтобы быстро вылезти. Кожа в уголках губ натянулась и стала рваться, пока это существо выбиралось наружу. Тихон приступил прочь со стройки во всю доступную ему прыть, стараясь не споткнуться и не уронить внучку. Плевать на косые взгляды и окрики соседей, не поймут, да и машины сейчас спросить не у кого. Бабы на хозяйстве, мужики, кто в поле, кто в запое, кто в город поехал. Вызвать скорую помощь застрянет в раскисшей колее. Нет до их деревни прямой дороги, да и ждать нельзя. Вдруг ведьма не сдохла, да и ведьма ли это была. И эти странные типы со стройки. Тихон нервно шарил по шкафчикам, ища заначку и документы. Внучку он положил на кровать возле печки. Доберемся с внучкой до поля. Сошлюсь, что ее худо. Упрошу на тракторе до города довезти. А там уже и в больничку. И еще дальше уедем, чтоб погорело оно все. Вместе с этой стройкой. Ну куда же? Размышление прервал сеплый хрип. Внучка, ты как? Тихон встрепенулся и заботливо кинулся к кровати. Девушка с трудом повернула голову, сощурилась от луча света, бьющего ей прямо по глазам и застонала. Может водички? Кивок. Тихон сбегал на кухню, вернулся с кружкой, увидел, как остолбеневшая внучка с брезгливостью и удивлением во взгляде выплевывает мяту. Оправдываясь, помог девушке присесть и попить. Когда та смогла сидеть без поддержки и сама держать кружку, вновь вернулся к шкафчикам, успеет еще объяснить. Услышал, как внучка встала, сделала пару неуверенных шагов. Судя по звукам, задела ногой неубранное поленье для растопки печки. Подошла к нему удар в висок. Тело Тихона завалилось на пол. В тишине прозвучали еще несколько глухих ударов. Кочерга все больше окрашивалась валой. Несколько паучков выползли из уха замерзшей девушки, спрыгнули на бездыханное тело и стали ползать по трупу, щедро впрыскивая фермент каждые несколько шажков. Этот сгодится лишь на корм. Зреют коконы, ферментируются тушки, кто на прокорм, кто на переносчика. Каждый из нас занят делом, каждый из нас играет свою роль. Сердце человека бьется чаще, трепыхается испуганной птицей в селках, дергается от наших укусов. Кровь все слаще, но мы съедим его чуть позже. Может быть, если не решим, что человек пригодится нам иначе. Их иммунитет не справляется с нашим ядом. Но и не убивает их сразу. Они не могут воспротивиться, но они все еще ощущают. Как мы проникаем внутрь. Как запускаем тонкие длинные жгуты в их плоть, как ищем мажечок. Как оплетаем собой их полушарие, врастаем в кору мозга. Как подключаемся ко всем центрам управления прямоходящего вместилища. Затем механизм уже наш, и сожитель нам больше не нужен. Его сахар и так подпитал нас, пока мы располагались удобнее. Сейчас мы учимся поддерживать безусловные рефлексы. Затем мы учимся видеть и слышать. Потом уже можно начать движение. Мы много лет потратили, изучая их, привыкая к ним. Залечивая раны. Учили их язык. Узнавали их планету. Они даже дали нам имя. Мы нашли себе убежище и ждали. Они решили избавиться от нас. Они решили прогнать нас. Мы не хотим покидать эти места. А еще нам пришла пора размножаться. Прямоходящим придется потесниться. Пусть они и не узнают об этом. Ну что ж, думаю никто не ожидал, что история закончится таким образом. Бабушка оказалась, как говорится, как киндер сюрпризом. Ну что ж, а если вы дослушали историю до самого конца, поставьте эмоди или смоликому как удобнее паука. Так мы узнаем, сколько нас дослушавших историю до самого конца. А я, как и всегда, с вами не прощаюсь. Услышимся в следующей интересной истории.